А левая как на качельках, да? Вверху все. Давай тебе, Моля. Алла Шаповалова родилась в творческой семье. Мама и папа девочки – музыканты. Поэтому и сама она с первых лет жизни тянулась к искусству. Заниматься музыкой Алла начала в 4 года. Инициатором такого раннего начала обучения стала преподаватель по классу фортепиано Одинцовской музыкальной школы Людмила Караваенко. Она пригласила девочку в подготовительный класс и обучает до сих пор. Ну вот эта ее контактность, сообразительность, плюс, безусловно, музыкальные данные – это слух, память, ритм – все это присутствовало. Ну и все это привело вот к таким результатам сегодняшнего дня. Ну, честно говоря, конечно, не рассчитывала на такой успех за столь короткий период. В свои 6 лет Алла Шаповалова не единожды становилась первым призером престижных международных музыкальных фестивалей и обладательницей Гран-при. Конкурс «Небо Парижа» проходил в дистанционном формате. Чтобы принять в нем участие, девочка вместе со своим преподавателем подготовила концерт Берковича для фортепиано с оркестром в двух частях. Профессиональные занятия музыкой требуют больших временных затрат. Алла садится за инструмент практически каждый день и уделяет работе над произведениями по несколько часов. Если произведения там, допустим, маленькие ноты повторяются, это несложно. А если уже произведения большие и ноты не повторяются, ну, там по несколько раз они, конечно, могут, это уже сложно так в быстром темпе играть. Сергей Шаповалов, директор музыкальной школы и отец Аллы, полностью поддерживает стремление дочери добиться высот в музыке. «Летом, когда времени свободного побольше, нам удается заниматься и 3, и 4 часа в день. Вот, сейчас, к сожалению, поскольку есть общеобразовательная школа и остальные занятия, вот, ну, где-то 2-2,5 часа в день». Несмотря на юный возраст, Алла уже вполне твердо определилась с будущей профессией и каждый день стремится к своей цели. «Хочу стать музыкантом, композитором, как Бах». Полина Бахова, Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова